МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика Австудзе. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Смягчение ограничительных мер загородные лагеря будут работать с соблюдением меры гидбезопасности. Символы века. Состоялась презентация электронного фотоальбома художника и геральдиста Элли Юрьева. Театральная гостиная. В театрах Республики проходят встречи с известными критиками и искусствоведами. Правовой аспект реализации государственной молодежной политики обсудили на заседании координационного совещания при главе Республики. В Чувашии действует более 2800 молодежных и детских объединений с охватом более 153 тысяч человек. Официально зарегистрировано 44 объединения. В 2020 году в творческих мероприятиях участвовало более 48 тысяч человек. Ежегодно представители Чувашской Республики принимают участие в молодежных форумах различного уровня. В форумной кампании 2020 года приняли участие более 1411 человек. Среди значимых направлений деятельности – это кибердружины, волонтеры и поисковые движения. Их в Республике более пяти сотен. На заседании отметили, что назрела необходимость принять новый законопроект по молодежной политике. Его сейчас согласовывают на уровне правительства. Один из важных вопросов повестки – профилактика правонарушения молодежной среде. Количество преступлений, совершенных подростками, в целом уменьшилось, но участились случаи рецидивов. Наряду с хищениями и мелкими кражами были случаи с тяжкими последствиями, в том числе и в школах. Правоохранители отмечают, что обеспечить безопасность учреждениях образования помогут тревожные кнопки и арочные детекторы. Обсудили также и вопросы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, в том числе недавние случаи с обрушением кровли в школах и в детских садах. Эту проблему может решить только ремонт, который необходимо провести как можно быстрее. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Инвестиционная привлекательность региона, льготная поддержка бизнеса, улучшение уровня жизни населения – это и многое другое обсудили на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития Чувашии. На развитие Чувашии до 2024 года предусмотрено 5 миллиардов рублей. На эти средства в ближайшие годы в регионе планируется построить три промышленных парка, пять технопарков. Это позволит привлечь инвестиции порядка 8 миллиардов рублей, создать 2,5 тысячи новых рабочих мест. Свою помощь готово оказать и федеральное правительство. На связи с участниками коллегии – заместитель министра экономики Российской Федерации Сергей Галкин. В 2021 году мы надеемся, что достаточно оперативно, здесь мы работаем очень плотно с коллегами, запустим и создадим особую экономическую зону. Сейчас активная работа совместно идет федерального правительства и, соответственно, региональных властей по этой задаче. Минэкономразвития Чувашии видят пять основных задач, которые надо решать в первую очередь. Мы видим, что это сложности в решении земельных и строительных вопросов, не совсем современная, можно сказать, инфраструктура и для развития бизнеса, и для промышленности, и, соответственно, то же самое неравномерное развитие субъектов МСП. Напомним, индивидуальная проблема социально-экономического развития республики стала частью общенационального плана восстановления экономики. В ней детально расписаны ключевые векторы движения. С ее помощью только в прошлом году было профинансировано 86 инвестиционных проектов. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Из-за таяния снега в республике создается угроза обрушения. Работники коммунальных служб предупреждают, пока все крыши не очищены от льда и сосулек, лучше держаться подальше от стен домов. Такие снежно-ледяные глыбы на многих крышах. Их падение очень опасно, поэтому в муниципалитетах идет активная уборочная кампания. Снег и сосульки счищают повсеместно. Ограждающие линии – сигнал для жителей. Необходимо обойти это место стороной, чтобы не получить травму. Управления компании должны особое внимание обращать не только на кровле, но и наличие снега на придомовой территории. Уже нужно сейчас проводить работы по чистке от муссок, для того, чтобы исключить падание таллахвода. Особое внимание надо уделить территориям, где собирается много людей. Это школы, торговые центры, детские сады. В средствах массовой информации на днях прошло сообщение об обрушении под тяжестью снега крыши веранды в одном из детсадов Новочепоксарска. К счастью, никто не пострадал. Веранда была аварийная, снег, поэтому с нее было чистить опасно. За ночь еще выпало очень много снега. Снег сейчас мокрый, липкий, тяжелый. Осенью 2020 года тут же веранду огородили оградительной лентой, чтобы дети туда не заходили. И, соответственно, там никто не гулял. На этом участке дети не гуляли, и этой верандой никто не пользовался. Это произошло вечером в учреждении, и на улице никого не было. Делом заинтересовались Следственный комитет по Чувашской республике и прокуратура города Новочепоксарск. В отношении заведующей детского сада возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2, статье 10.3 Закона Чувашской республики об административных правонарушениях. Это как раз-таки нарушения, связанные с уборкой снега, наледи, с крыш, козырьков, веранд и прочего. Также Следственным отделом по городу Новочепоксарску, Следственного комитета, возбуждено дело уголовное по пункту Б, части 2 статьи 238 Уголовного кодекса и с оказанием услуг ненадлежащего качества. На данный момент ведется следствие. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Александр Атяков, Павел Иритков, Республика. Случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике становится все меньше. За прошедшие сутки диагноз коронавирус поставлен 45 жителям, 42 выздоровели. Снимут ли часть ограничительных мер, обсуждали сегодня на заседании оперативного штаба. Пока ситуация стабильная, но весна может качнуть маятник в сторону увеличения сезонных простудных заболеваний. Поэтому меры безопасности никто не отменял. Масочный режим действует, дезинфекция территорий тоже в силе. На сегодняшний день уже выведено достаточно большое количество коек из-под ковидных. И таковыми на сегодняшний день являются примерно около 1200 коек. Ну и радует то, что у нас больше недели количество людей, которые лечатся стационарно в системе здравоохранения от коронавируса инфекции, меньше, чем 1000 человек. Показатели заболеваемости коронавирусом в республике на 1,8% ниже, чем по всей стране. В связи с улучшением ситуации многих родителей волнует вопрос, смогут ли их дети лето провести в детских лагерях. С 27 марта у нас уже по плану должна стартовать летняя кампания по путевкам. Считаем, что мы максимально должны заполнить наши лагеря и наши инициативы. И мы вышли на Роспотребнадзор с предложением все-таки сделать стопроцентную заполняемость и на себя взять ответственность вместе с Минздравом, в том числе, по качественной организации и безопасности наших детей в каникулярный период. Роспотребнадзор республики рассматривает вопрос изменения действующих санитарных правил. Они коснутся в первую очередь требований по приему лагеря. Обязательно наличие двух справок об эпидокружении и об отсутствии контакта с больными COVID-19. Возможно, будет принято решение о круглосуточном проживании персонала на период смены. И, конечно, есть необходимость еженедельного тестирования работников на опасный вирус. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика. Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, ортокоронарное шунтирование, получают лекарства для последующего лечения абсолютно бесплатно. Соответствующий приказ Минздрав России подписал еще в 2020 году. 28 декабря на льду я тренирую команду врачей. Получился у меня инфаркт. Спасибо им огромное. Спасли второе рождение. Операция. Выписали домой. Инфаркт со мной случился в Шихазанской районе больницы. И была на приеме у врача. Огромное спасибо врачам, которые сразу при обращении стали мне помогать. Померили они мне давление. Сделали кардиограмму. После этого вызвали скорую медицинскую помощь. И отправили в Канадский сосудистый центр сначала оттуда, в Чебоксары, в Республиканский больницу. Здесь тоже очень своевременно врачи сделали мне операцию. Я чувствую сейчас себя хорошо. В обоих случаях рядом оказались врачи. Они сделали все возможное, чтобы сохранить жизни. Теперь этим пациентам предстоит длительная реабилитация. Лекарствами их обеспечивают в соответствии с законом. Те люди, которые перенесли какие-то острые события, как острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, аортокоронарное шунтирование, радиочастотную аблацию и стентирование коронарных артерий, они обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в течение всего года. В списке 23 наименования. Лекарства подбираются, исходя из состояния пациентов. Рецепт выписывает участковый терапевт или врач общей практики. Лекарства не все, конечно, но основные они дорогостоящие. Конечно, их надо пить длительно при установке стенда. Там год это минимум, так что это большая помощь. Помощь бесплатных лекарств для меня очень ощутима. Они стоят очень дорого, в пределах 4 тысячи на месяц. В рамках национального проекта здравоохранения правительство, российское правительство, правительство нашей республики принимает участие в обеспечении препаратами пациентов, которым была выполнена высокотехнологическая помощь оказана. Эти пациенты должны и будут и в настоящее время получают эти препараты для них бесплатно. Инфаркт или инсульт – не приговор, уверены врачи. Только за прошлый год более 3 тысяч жителей республики были обеспечены бесплатными лекарствами. Благодаря медикам они сохранили качество жизни. Врачи советуют – контролируйте свое самочувствие, следите за давлением, избегайте стрессов и ведите активный образ жизни. Ольга Алексеева, Дмитрий Салманов, Республика. Чувашское региональное отделение Союза пенсионеров России названо одним из самых результативных в стране. Вместе с дипломом, подтверждающим третье место в конкурсе, пенсионерам республики предлагали денежную сумму, которую решено потратить на поддержку малоимущих и поощрение активистов Союза. Республиканское отделение Союза пенсионеров России располагается в здании пенсионного фонда «Чувашия», что очень удобно для работы. Возникающие вопросы решаются без задержек, быстрее удается и доводить необходимую информацию до адресатов. Деятельность региональных организаций и участников конкурса оценивается по 16 критериям. Сейчас, когда я пришел, было 45 тысяч. Сейчас у нас вот за два года, можно сказать, увеличилось в три раза свыше 161 тысячи членов Союза пенсионеров. Это вот один критерий. Следующий критерий – это обучение компьютерной грамотности. Мы в России вышли вот в прошлом году на пятое место среди 85 регионов. Отдельные участники у нас занимали призовые места. Кроме того, учитывается спортивная и творческая активность членов Союза. В республике регулярно проходят спартакиады для пожилых, фестивалей хорового пения и другие мероприятия. На ближайшее время запланировано еще несколько событий, в частности, региональный этап Всероссийского чемпионата шахматистов. Он пройдет в Чебоксарах в начале апреля. Вехи жизни и грани творческого поиска Элли Юрьева. В Государственном архиве современной истории республики состоялась презентация электронного фотоальбома, приуроченная к 85-летию со дня рождения известного геральдиста. Многие знают Элли Михайловича как автора герба и флага Чувашии и Чебоксар. Мастер создавал эскизы памятных монет, нагрудных знаков и юбилейных медалей. А еще он был художником, тонко чувствующим окружающий мир. Он оставил потомкам множество картин, иллюстраций и зарисовок. Что бы он ни делал, живопись, шрифт или графику, это все начинается с рисунка. Он не только это делал, у него очень много... он преподавал. Он очень хорошо знал и русский, и чувашский язык, и писал очень грамотно на обоих языках. И поэтому и рукописей, и мыслей, и дневников очень много. В электронном фотоальбоме два раздела. В первом – фотографии, дневниковые записи и документы, рассказывающие о детстве и юности будущего народного художника. Элли Юрьев родился в селе Исаакова, Чувашская СССР, в интеллигентной семье. Молодой мастер заинтересовался искусством, обучаясь в Тбилисской государственной академии художеств. Одновременно с учебой он участвовал в различных творческих конкурсах. Второй же раздел полностью посвящен его творчеству. 85-летие мастера отмечают повсеместно. В художественном музее к юбилейной дате открылась выставка его работ. Настолько он тонкий был колорист, композитор. И в его творениях прежде всего есть глубина, есть воздух, есть настроение. И самое важное, на мой взгляд, есть такое чувство, без пафоса, скажу, патриотизма. Он так любил свою родную Чувашию. И вот когда он изображал родной край, ветлы, чувашские ветлы, зелень чувашская. Вот это удивительно, как это он сумел передавать в своих холстах, но это чувствуется. Близкий друг живописца, народный художник Чувашия Николай Карачарсков признался, что во многом учился у Эли Михайловича. «Было уже почти 20 лет, как нет. Его можно было, это моя мечта, год Юрьева объявить. Можно было. И в этот год Юрьева сделать когда-то запланированную программу. Ежекаждый месяц новую выставку Юрьева. Выставка живеси месяц, выставка графики книжный месяц, выставка станковой графики. Вот тогда бы, конечно, понятно, что такое Юрьев». Наследие, которое оставил Эли Юрьев, еще долго будет предметом повышенного интереса со стороны историков и искусствоведов. А многогранность его таланта удивлять поклонников. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Михаил Солин. Республика. Русский драматический театр вновь собрал любителей классики. На сцене произведения Островского, Гоголя, Бунина и Тургенева. После спектакля в театральной гостиной «Увиденное» обсуждают актеры, режиссеры, приглашенные эксперты и те, для кого игра – серьезное увлечение. Занавес опущенный, теперь самое время поговорить о том, что удалось воплотить, а над чем еще надо работать. Пьеса Александра Островского на всякого мудреца довольно простоты не теряет своей актуальности и поныне. Хотя была написана в 1868 году. Комедия «Положение» беспощадно клеймит нравы общества той эпохи, когда путь в высший свет лежит через ложь и обман. Близится с Мамаевым. Первый шаг на моем подплище. Мамаев поздравляет меня с Крутинским, с Городой. Ну, во-первых, это без влияния. Во-вторых, близкие и знакомые Дурутина в Непоре. Кто не пойти мне и кто? Уж я жизнь из непременного. Яркие образы, костюмы, оригинальная трактовка. Эксперт-театровец Сергей Ильченко специально приехал с Санкт-Петербурга на премьеру. Вдруг начинаешь понимать, что недаром все-таки русскую классику считают, так сказать, хранителем мудрости, хранителем каких-то идей, хранителем каких-то, извините, нравственных устоев и, в общем, типажей. Благодаря артисту и артистам, и Андрею Аверину, и ансамблю спектакля, вдруг оказалось, что пьесу-то не зря ставят во многих театрах России, за рубежом и в Чебоксарском русском драматическом театре. Это, конечно, очень здорово, и то, что, оставаясь классическим по форме, спектакль за счет вот этой вот удивительной интонации, за счет того, что он не претендует на переворачивание смыслов, а вот идет то, что называется по драматургической линии, я имею в виду у Александра Николаевича Островского, который просто так никогда ничего не писал. Активными участниками дискуссии стали молодые актеры-любители. Они с большим интересом слушали гостей из Санкт-Петербурга и в чем-то даже ему оппонировали. У них свой взгляд на современный театр – преемственность поколений. Такие встречи позволяют понять новые театральные тенденции, почувствовать зрительский интерес и двигаться дальше. Многие из молодых ребят набираются опыта, участвуя в окружном фестивале театральное приволжье и всерьез задумываются об актерской профессии. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Ульяна Пятакова, Александр Отюков, Республика. Это главные новости пятницы 19 марта. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных.